Всем привет, друзья мои! Сегодня будет выпуск, наверное, короче обычного, просто потому что, вы знаете, я как-то вот замечаю, что готовишься к выпуску, не готовишься, но если покрасил волосы, посмотрят в полтора раза больше, чем предыдущий. Ну или, например, если побреешься, тоже у меня такое однажды бывало, или если на кого-то наедешь из комментаторов, тоже смотрят гораздо лучше. Короче говоря, друзья мои, давайте узнаем, насколько вы цените выпуск без срача. Ну а если выпуск действительно кому-то покажется слишком лаконичным, я хочу поделиться с вами одной максимой, ну или леммой, или утверждением, которое годится на абсолютно все случаи жизни. Мало того, вы до конца не поймете, ну я так думаю, в конце концов можете им с ребятом в комментах, если поймете, но думаю, что вам не удастся до конца постичь всю глубокомысленность этого соображения. Им поделился Сергей Семак в общении с журналистами после очередной игры «Зенита». Внимание, это можно говорить абсолютно всегда, в любом контексте, если хочется сойти за умного или просто хочется закончить разговор. Вы же уже записываете? Записывайте. Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективности действий. К событиям недели и недели, на которой стартовал групповой этап Лиги Чемпионов. Групповой этап – прекрасный способ поддразнить фортуну. Ну, можно не дразнить, решать вам, но если вы решитесь, то лучше это сделать у моих партнеров компании «Фонбет». Всем новым игрокам, зарегистрировавшись в приложении, «Фонбет» дарит свободную ставку в 2000 рублей при вводе промокода «Уткин». 2000 рублей «Фрибета» в вашем полном распоряжении. Регистрируйтесь, играйте и не злоупотребляйте, потому что это не более чем игра. Все необходимые подробности есть в закрепленном комментарии, а все прочие необходимые подробности о проходящей и уже отчасти прошедшей неделе я расскажу чуть погодя. Итак, Лига Чемпионов. В первый же игровой день случилось событие, которое, как мне представляется, характеризует наше с вами отношение, ну, не наше с вами отношение, а отношение, скажем, того вербального мира, в котором мы с вами живем, к Лиге Чемпионов вот сейчас в отсутствии российских футбольных клубов и практически в отсутствии российских футболистов. Во вторник утром, в среду, извините, утром, практически весь телеграмм русскоязычный был полон подробностями не того, как вратарь Лацио забил мяч на последней минуте, но от последних минут игрового времени головой. Вообще-то, по-моему, это второй случай в истории уже базовой стадии Лиги Чемпионов, не считая каких-то предвариловок. Ну да, событие заслуживающее внимания, но ведь в центре этого внимания оказалось то, что вратарь Лацио Иван Проведель или Проведель, или Проведель, как угодно, вообще это даже не важно. Если Проведель больше похоже на лекарство, если Проведель больше похоже на глагол, а если Проведель тоже похоже на глагол, но другой, как будто кто-то кого-то навестил. Ну, собственно, он и навестил в штрафной и забил там мяч. Короче говоря, Иван Провидель, на самом деле, по происхождению, по маме он русский. Да, конечно, быть русским по маме, это не так сильно обязывает как вас, так и окружающий вас мир, как если бы вы, допустим, были по маме евреем. Но Провидель действительно немало времени проводил в России, он действительно очень неплохой вратарь, он действительно уже не юн, и то, чего он добился, он добился серьезным и большим трудом. Он любил гуляш и любит, видимо, любить гуляш, не знаю, почему он считает его русским блюдом, и, по-моему, он еще любит борщ, но самое забавное, что рост Провиделя метр девяносто четыре, родился он в девяносто четвертом году, на спине у него девяносто четвертый номер, и самое главное, забил он на девяносто четвертой минуте. Вот здесь как можно много бессмысленных сведений изложить с большой значимостью. А все почему? А все потому, что статистический выхлоп важно оценивать сквозь призму эффективности действий, друзья мои. А Провидель в этом матче показал действительно уникальную эффективность своих действий. В остальном, события первых игровых дней нам вряд ли имеют какое-то важное значение, но вообще, на самом деле, стоит отметить то, что Барселона одержала победу 5-0 над Антверпеном в стартовом матче, и важно даже не только это, а что это вторая победа Барселоны 5-0 буквально за несколько дней. В выходные она до этого в чемпионате обыграла 5-0 Бетис, при этом, кстати говоря, могла бы и повнимательнее отнестись к своему сопернику, потому что в этот день тренеру Бетиса Пелегрини исполнилось 70 лет, и правильнее было бы обыграть его команду с счетом 7-0, из уважения к юбилею. Ну, что получилось, то получилось. Тем не менее, Барса, видимо, действительно набрала нешуточный ход. Все равно серьезное событие, два раза по 5-0 это не то же самое, что два раза по 0-5, но если бы Барселона начала с Антверпена, а продолжила Бетисом, можно было бы рассчитывать, что она пойдет так до самого конца алфавита. А сейчас приходится рассчитывать и уповать на случай, на это, по-другому, на победу 5-0 в ближайшем матче Барселоны, я бы ставить, честно говоря, не решился. Волна обсуждений слов главного тренера сборной оси Валерия Карпина, который, напомню, по окончании серии товарищеских матчей сообщил своим футболистам, что если они спросят его совета, и если есть возможность уезжать, то лучше уезжать, имея в виду европейскую карьеру, на Карпина за это набросились с разных сторон, и, кстати говоря, это вызвало огромную волну реакции в комментариях, причем наиболее частотным комментарием, как мне показалось, ну, кроме того, что мне, может быть, стоило еще бороду в синий цвет покрасить, я вообще не понимаю, какая ситуация у меня, у вас вызываю я с синей бородой, потому что синяя борода, как известно, это персонаж в сказке Шарля Перро, который убивал своих невест. Ну, а сейчас я говорю не об этом, а о том, что почему-то, почему-то у очень многих вот в результате всей этой полемики вокруг карпинских слов стало воспоминание о том, что он эстонец по паспорту. Друзья мои, ну, вообще-то, вы знаете, у нас тренеры сборной России уже были, тренеры были итальянцы, были голландцы, были какие-то еще, в общем-то, в сущности, да, вот если его по паспорту смотрят, ну, в общем, отбросы общества, конечно же, да, а тут еще и эстонец, ну, тоже меня удивили, да. На самом деле, Карпин, конечно, никакой не эстонец, он родился в Советском Союзе, как, кстати говоря, я в этом смысле, он такой же эстонец, как и я. Но, впрочем, мысли о Карпине я суммировал в очередном историческом выпуске футбольного клуба, который в начале следующей недели станет доступен моим подписчикам на Бусти, а потом попадет, собственно говоря, и в ваш общедоступный оборот. Надеюсь, вам будет интересно. За это время Карпин еще успел немножечко перегрызться с Гильермо Абаскалем, тренером Спартака, который, вот, воспользовавшись паузой на сборной, дал сразу два больших интервью. Одну газете, которая никогда не называет меня по имени, поэтому я тоже не буду его доставить таким, собственно говоря, титулованием. А другое интервью он дал сайту sports.ru. И, вы знаете, мне показалось самым существенным в этом интервью то, что все ждали, почему интервью Абаскаля. И самое главное, почему, видимо, сейчас пресс-служба клуба решила так централизованно дать сразу два развернутых интервью в два средства в Москве, как минимум одно из которых заслуживает того, чтобы называться по имени. Дело было в том, что многим влиятельным спикерам вот в общественном пространстве казалось, что Абаскаль поплыл, что в его действиях не видна логика, что неплохо было в этом как-то разобраться. И вот мы читаем вью Абаскаля. И, вы знаете, самое удивительное в том, что там вообще нет никакого интервью, не производит впечатление, что Абаскаль пытается как-то объяснять то, что он куда-то поплыл и вообще поплыл ли. А наоборот, все прекрасно понятно. Такой футболист не играет сегодня потому-то, а этот потому-то. А вот эти двое играли с Динамо, а потом не играли с Личеманч, потому что нужно было ехать на поезде. И в Краснодар летают самолеты, и, соответственно, ну, вы понимаете, да, все это создает определенную нагрузку дополнительную и прочее, прочее, прочее. Короче, Абаскаль совершенно спокоен. И не то, чтобы вот я ждал того, что Абаскаль скажет, да, вы знаете, я поплыл, я вот тут что-то растерялся, тут вот я еще чего-то. Ну, в общем, короче, что-то я вот как-то вот, ну, не очень хорошо у меня получалось. Нет же. Ну, нет, конечно, тут ожидания и разочарования – это следствие очарования каких-то. Точно так же, как и ожидания, это, собственно говоря, наши собственные проблемы. Но ведь, согласитесь, такое интервью никакого успокоения болельческой душе дать не может. А игры «Спартака» по-прежнему остаются остросюжетными. Вот «Сочи» едва дали победы на последней минуте. И если у «Сочи» после этого возникла ясность с тем, что вот, видимо, тут-то и нужно уволить тренера Дмитрия Валерьевича Хохлова, то «Спартаку», в общем, опять-таки, вроде бы и могли не выиграть, но в конце концов победили. И опять-таки получается, что мы оставимся у того же самого «Корета». Поплыл в нем Абаскаль или не поплыл. Три мудреца в одном тазу поплыли по морю в грозу. Когда прощение был старый таз, дальнее был бы мой рассказ. Я помню по прошлому тазу, что вас заинтересовали стихи. В этом году в футбольной среде как никогда часто звучат два слова – «Саудовская» и «Аравия». «Саудовская Аравия» забрасывает Европу деньгами, и эти ребята завезли себе уже немало мировых звезд. Одна из таких звезд – Неймар. Ему уже дали 150 миллионов евро зарплаты, дали особняк, определили целый автопарк в пользование, ну и помимо всего прочего, его клуб «Аль-Хилиаль» будет оплачивать ему счета в ресторанах. А еще Неймару пообещали, что у него в холодильнике всегда будет стоять его любимый сок. Полагаю, это был решающий аргумент, потому что после сочных гарантий – сочных – Неймар откинул все сомнения и согласился-таки на трансфер. А вы зря смеетесь, потому что есть и пить то, что нравится – это неотъемлемая часть чешской свободы. И Неймар пользуется ею, ну просто напропалую. Однако и вы тоже этой свободой располагаете. Благодаря фудбенд – ресторанам доставки еды. Фудбенд вы круглосуточно надете то, что понравится именно вам. Любите пиццу? Пожалуйста. Есть и классика вроде «Маргариты», и экзотические варианты. Ну вот теперь пицца «Том Ява». Так вот в жух и из супа ребята фудбенд сделали пиццу. Наслаждайтесь. Для фанатов экзотики – фудбенд, есть суши, роллы и куча разновидностей гавайского поке. Ну а если вы хотите посмотреть футбол с друзьями, то здесь закуски, как в любимом пабе. От картошки по-деревенски до прекрасных куриных крылышек барбекю. Я не просто так напомнил вам про любимый сок Неймара. Готов поспорить, что если бы Неймар попробовал любой из морсов фудбенд, отныне в его холодильнике совершенно точно стоял бы именно этот морс. А про любимый сок он бы забыл. А вы не забывайте про промокод «ВАСЯ25». Он дает хорошую скидку на любые блюда и на все заказы. Хоть каждый день заказывай. Если вам интересно самому открыть пиццерию, есть франшиза «Фудбенд». Приходите по ссылке в описании, еще ниже в описании, и изучайте подробности. Фудбенд с радостью вас примет и поможет всем необходимым. А еще заказывайте еду «Фудбенд» и питайтесь тем, что нравится. С «Фудбенд» это очень просто. Даже в Саудовскую Аравию ехать, ну вообще, не обязательно. Доставляют круглосуточно по всей Москве, по всей Алматы. И, честно говоря, кое-где еще. Ну, еще в эти дни в России захлопнулось трансферное окно. Ну, или, вернее, как-то вот тихо оно закрылось. Как будто бы его прикрыла уборщица, которая вот пришла и увидела, что вот вовсе небольшой беспорядок. Ну, из важных событий, наверное, отметим то, что ЦСКА так и не смог приобрести бразильского защитника Веллингтона. Это бразильская страна, владельцы прав на Веллингтона по этому поводу сообщили, что россияне, что-то там напутанные с документами, не успели к сроку. Россияне, естественно, сказали совершенно обратную вещь, что у Веллингтона оказалась какая-то серьезная травма. И, в общем, его пришлось бы в основании заниматься слишком целенаправленно. Как бы то ни было, ЦСКА, в общем, так и не смог укрепиться. Ну, и что остается Владимиру Федотову, кроме как сохранять хорошую мину при плохой игре. Как же это он сформулировал? У нас вообще неделя формулировок. Я считаю, что еще про Александра Ивановича Медведева поговорю. Но Федотов сказал, что все отлично в команде, посторонних нет. Ну, и это чем-то напоминает надпись на двери, как известно, пятачка, у которого было написано посторонним В. И все думали, что это инициалы его какого-то вот родственника. Впрочем, извините, я не хотел ассоциировать пятачка с ЦСКА. Это даже, я бы сказал, противоестественно. Просто вот вспомнилось и на язык легло. Как на язык Александра Ивановича Медведеву, полномочному представителю «Зенита», и как и всех остальных, по-моему, профессиональных спортивных клубов Санкт-Петербурга, вот, собственно говоря, он прокомментировал выдачу в аренду Зелимхана Бакаева, который отправился в Объединенные Арабские Эмираты. А до того клуб это отрицал, или, вернее, молчаливо отказывался комментировать. Ну, и по поводу аренды Бакаева Медведев сообщил, что, собственно говоря, вот раньше не комментировали, а сейчас комментируем, потому что мы комментируем события, а не процесс. И вспомнил замечательный анекдот про Гиви. Ну, вот такой вот анекдот. Гиви, любишь ты помидоры, кушать не люблю, а так да. Вот удивительно я делал, кто и как рассказывал Александру Медведеву анекдоты. Ну, мне вообще рассказывали про Чукчу этот анекдот. Но это, в конце концов, не важно. Но там звучало так, есть люблю, а так нет. Ну, наверное, действительно, в данном случае это совершенно не важно. Тем более, друзья мои, что статистический выхлоп, как учит нас Сергей Богданович Семак, нужно оценивать сквозь призму эффективности. А, уже не важно ничего. Чемпионат России по футболу сыграл еще один довольно будничный тур. Надо уважать всякий тур. Ну, в общем, судя по всему, жизнь постепенно нас подводит к тому, что 11 ноября, ну или плюс-минус день, там все-таки возможны какие-то сдвиги, хотя, может быть, они невозможны. Короче говоря, нас подводят к тому, что Краснодар и Зенит какое-то время еще будут лидировать, а потом в матче в Петербурге, намеченном как раз вот этот самый день, выяснен, кто из них, собственно говоря, сильнее. Пока Краснодар на первом месте. Сексуальные и околосексуальные скандалы продолжают барагозить европейский футбол. Про Луиса Рубиалеса я уже начитался в ваших комментах и, честно говоря, высказался на полную катушку. Мне больше вообще не хочется говорить об этом человеке, который, по-моему, полный придурок. Я никогда не забуду, как он сменил тренера сборной Испании за два дня до старта чемпионата мира. Ну, в общем, на самом деле, вот тогда нужно было его увольнять, а не вот сейчас, когда для этого представилась, ну, в сравнении с этим, в общем, гораздо более формальная возможность. Но меня, знаете ли, увлекла гораздо более тривиальная история, а именно история то ли состоявшегося, то ли несостоявшегося романа бразильского футболиста из Манчестер Юнайтед Антони и банкирши из Бразилии, который, кстати говоря, значительно его старше, которая на минувшей неделе обильно прокомментировала ситуацию, при этом за, ну, по-моему, страницу текста четырежды сказала, что вот ее совершенно не интересуют в этом вопросе деньги. Ну, действительно, ведь о том, что тебя не интересует, что именно об этом ты, как правило, больше всего и говоришь. Не знаю, о чем закончится процесс. Там вроде бы Антони ударил эту женщину, то ли не ударил, то ли она сама хотела с ним секса, то ли он как-то ее на это развел. Ну, уже еще какие-то две девушки сказали про Антони, что он, в общем, не очень правильно себя вел в отношениях с ними. Ну, вот вы знаете, мне кажется, что, в принципе, если дело касается исключительно общественного пространства, то это отличный способ накануне каких-то важных событий вывести из оборота серьезного игрока команды соперника. В общем, Антони публиковал переписку. Банкирша из Бразилии сказала, что, в общем, это переписка поддельна. А на самом-то деле, мне кажется, что лучше всего футболиста вот в этой ситуации, когда у него есть уверенность в своей правоте, говорит, что это был не удар, а просто ложный замах. Шутка вполне могла вам не зайти, но я должен вам сказать, что пока не существует решения суда, шутить можно как в одну, так и в другую сторону. Стороны, собственно говоря, еще даже и не начинали тягаться всерьез. Мне, к сожалению, нечего сказать о дебютном матче в Лиге чемпионов нынешнего состава Реалоса Съедада, потому что я и не посмотрю эту игру к моменту, когда мы выкладываем этот выпуск. Может, вам хотелось бы узнать мое мнение о дебюте Захаряна, если он состоялся, но я просто не знаю этого. В этом смысле уверен, что еще представится не одна возможность на эту тему поговорить. В общем, короче говоря, сезон только начинается европейский. А вот Александр Чеферин, президент УЕФА, стал, по-моему, первым спортивным руководителем международного масштаба, я бы сказал, всемирного масштаба, который сказал, что возвращение российских футбольных клубов в европейскую футбольную семью и европейские футбольные турниры до окончания специальной военной операции не представляется возможным. Ну, вы знаете, по крайней мере, вот это нечто более-менее внятное, а не то, что делает международный лепейский комитет в главе с его лидером Томасом Бахом и какие-то еще международные организации, которые занимаются, в общем, процессом, который в моем дворе называлось «Титимять». Из иных событий, наверное, я упомяну о том, что грань, если она вообще была, и кто ее нарисовал, кто ее придумал, между футболом и медиафутболом, что в сущности одно и то же, продолжает стираться. Футбольный клуб «Пари-НН» устами своего генерального директора, генерального директора, заметьте, сообщил, что всерьез интересуется нападающим клуба «Медиарь Гетудроц» Гаучер и заинтересован в том, чтобы его выкупить. У Гаучера бразильское имя, он прекрасно говорит по-русски, но вообще он происходит из Ганы. И самое главное, его действительно можно приобрести и заявить за футбольный клуб Российской премьер-лиги даже сейчас, потому что контракты «Медиарь» не являются профессиональными и по меркам профессионального футбола Гаучер до сих пор является свободным агентом. Ну и за СИМ у меня, в общем-то, все на сегодня. Я очень благодарен нашим подписчикам на «Бусти», которые поддерживают нашу деятельность своей подпиской. Я надеюсь, что и наша активность в аккаунте «Бусти» тоже вас будет радовать и веселить. Ну и если вам показалось, что я сегодня все-таки охватил не все события или был недостаточно емок в формулировках или просто недостаточно афористичен, я хочу вам напомнить, что статистический выхлоп необходимо оценивать сквозь призму эффективности действий. Пока.